Десять лет работы движения «Дагестан без сирот», укрепления традиционных семейных ценностей, внимания со стороны власти к семьям, которые взяли на себя ответственность воспитывать чужих детей. Эти и другие вопросы обсудили в Комыкском театре на втором республиканском форуме опекунов и усыновителей. Подробности у Сакинат Малаевой. На форум пригласили около 300 опекунов, воспитывающих от трех и более детей. В фойе для них организовали выставку детских работ и сладкий стол. Зухра Мирзаева приехала из Гильгебельского района. Женщина несколько лет назад совершила настоящий подвиг. Взяла на воспитание восьмерых детей. Из них пятеро инвалиды из детского дома «Забота». Трудности, безусловно, есть, как и у всех, говорит она. Однако те положительные эмоции, которые от них получаешь, ни с чем не сравнить. Когда я приезжаю, они, знаешь, как вот смотрят, когда я приду домой. Приходят, все обнимают, целуют. И начинают свои, то, что они сделали, рассказывают, какие у них были, что же было, кто кого побил, кто кого ругал, что делал. Короче, говорю, все мне рассказывают. Патимат Гаджа Ахмедова – опекун троих детей. 22 года назад женщина решилась на этот шаг и ни разу об этом не пожалела. Сейчас дети выросли и уже сами готовы быть опорой для родителей. Чужие дети не бывают. У нас тоже в семье шестеро было, я самая старшая была, помогала, как могла матери. Но сейчас вот отдача есть от детей? Они все взрослые? Да, да, взрослые, они и помогают, и вот так, чем могут, и помогают, и как могут учиться они. Огромную работу в оказании помощи сиротам за 10 лет существования сделали сотрудники движения «Дагестан без сирот». В частности, помогли через суд вернуть 132 квартиры. Открыли специальный магазин, где дети-сироты получают одежду бесплатно. Есть социальная гостиница для женщин с детьми, которые попали под домашнее насилие. То есть мы постарались за эти 10 лет им проявить заботу материнскую и отцовскую, и какая бы у них проблема ни была, они могли обращаться, и мы постарались все вопросы решить. По информации директора, всего за время существования организации поступило около тысячи заявлений. Практически на все просьбы реагировали сразу. Большую часть проблем удалось решить. Сократ Малаева, Саид Кутиев. Время новостей.